Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня белорусский политолог Валерий Карбалевич. Здравствуйте, господин Карбалевич. Здравствуйте. Все. В Белоруссии происходит народная революция, вызванная тем, что Александр Лукашенко, проигравший президентские выборы, отказывается уступать свою власть. И вот, как бы всем доказывает, что он эту власть будет защищать с автоматом в руках. Можно сказать, что сегодня в Белоруссии существует такое равновесие сил между двумя конфликтующими сторонами. С одной стороны, общество, протестующее против фальсификации выборов. С другой стороны, власть, которая отказывается вступать в любые переговоры с обществом, с штабом того кандидата, который победил. И причем Александр Лукашенко категорически отказывается признавать вообще свое поражение и ту сторону, которая ему противостоит. И всячески демонстрирует, что готов к силовому сценарию для подавления этого протеста. Ну вот, вчера мы видели, что на улице столицы вышло, ну скажем, несколько сотен тысяч людей, протестующих против действий властей. Ну а Лукашенко окружил свою резиденцию не только сотрудниками внутренних войск, но и армией. Впервые в истории Беларуси армия стала участвовать во внутрополитическом конфликте. Ну а на финише мы увидели появление Александра Лукашенко с автоматом. Наверное, власти хотели этой картинкой продемонстрировать твердость и решительность. А Лукашенко, его неуступчивость продемонстрировать то, что он будет бороться за свою власть до конца с автоматом в руках и ни на какие уступки не пойдет. И он опирается на силовые структуры. Но получилось не то, что хотела пиар-служба президента. В итоге страна увидела испуганного президента. Испуганного президента, который от мирной демонстрации спрятался за армию. Который при приближении этой демонстрации к резиденции улетел на вертолете из резиденции. И только после того, как протестующие разошлись, он вернулся, и причем вернулся с автоматом в руках, в бронежилете. И его сын несовершеннолетний тоже был с оружием и в бронежилете. Ну, это говорит о том, что наверняка он не верит в то, что его могут защитить и ОМОН, и армия, и готов защищать самого себя с оружием в руках. Ну, я думаю, что эта картинка не повысила образ и имидж Лукашенко в глазах белоруссов, а скорее наоборот. Но, тем не менее, вы сказали о том, что существует некий баланс, такой двоевластия. Наверное, так это можно сформулировать между протестующими и действующей властью. Вот на ваш взгляд, у кого преимущество? Сейчас можно ли говорить о том, что преимущество есть у Лукашенко, который пока еще контролирует, по крайней мере, силовиков, или у протестующих, которые, несмотря на угрозы, несмотря на заявления, достаточно такие радикальные, продолжают выходить на улицы и не боятся? Ну, слово двоевластия, пожалуй, не совсем удачное, потому что другой власти, альтернативная Лукашенко, пока не сформирована. Пока протестный потенциал общества не имеет единого руководства, единого штаба, единого плана действия, единого лидера. Тот координационный совет, который создан, пока очень осторожно пытается стать политическим субъектом, с которым можно вести переговоры. Поэтому, скорее, можно поговорить про баланс сил. У кого преимущество? Ну, видимо, все же преимущество у власти, потому что попытка силового воздействия, не силового, а морально-психологического воздействия со стороны протестующих на органы власти, не привело к тому, чтобы произошел раскол среди элиты, среди государственного аппарата. Вот, поскольку белорусский политический режим очень консолидированный, белорусские государственные институты никак не связаны с обществом. То есть, ни один государственный институт не избирается народом, не контролируется народом, не под отчете народу. И поэтому государственный аппарат чувствует себя независимо от народа, и поэтому он не подается психологическому воздействию со стороны общества. И протестующим не удалось добиться в ходе этих протестов каких-то серьезных уступок со стороны властей. Даже политзаключенные не освобождены, продолжается блокирование интернета. Вот, забастовки, которые пытались организовать, они пока не получились. Поэтому, коль революция не может достичь каких-то побед, то просто в силу инерции власть смогла прийти в себя, и сейчас переходит наступление. Начинаются репрессии, начинаются задержания наиболее активных сторонников, противников власти. Но власть это делает пока очень осторожно, боясь перегнуть палку и слишком сильно закрутить гайки. Действительно ли все бастующие предприятия будут закрыты, как анонсировал в выходные Александр Лукашенко, по крайней мере с понедельника он говорил, что это случится, но пока такой информации не поступало? Это был блеф или изменилась как-то его позиция по этому вопросу? Ну, вы знаете, к тому, что говорит Александр Лукашенко, надо относиться всегда очень осторожно, очень скептически, потому что его риторика и его реальное действие между этими двумя явлениями огромные дистанции. Ну, во-первых, начнем с того, что практически в Беларуси сегодня нет постующих предприятий. Были попытки, были некие локальные попытки. Можно сказать, что на некоторых предприятиях осуществляется итальянская забастовка, там, скажем, на каком-то машиностроительном предприятии количество выпускаемой продукции в два раза уменьшилось в знак протеста, но полноценной забастовки нет. Поэтому, ну, это было, конечно, странно, что власть объявляет забастовку народу. Такого еще истории, наверное, не знал. У нас звонок 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Глеб. У меня к политологу уважаемому очень конкретный практический вопрос, который мне задали мои подписчики. И суть вопроса заключается в следующем. Сейчас доходность по белорусским государственным казначейским облигациям с погашением в 2023 году составляет около 10% в российских рублях. То есть, с точки зрения инвестиций, консервативно, это очень хорошее приобретение, поскольку, ну, ставка по депозитам в России примерно 5% в банке, то есть здесь двукратная депозитная доходность. Но, меня смущает следующее, значит, я практически уверен, что если к власти придет оппозиция, она откажется платить по долгам России, и если же у власти удержится господин Лукашенко, то в любом случае Россия обанкротиться Белоруссии не даст, и это, в принципе, инвестиция довольно надежная. Ваш прогноз на развитие ситуации можно в вероятностных процентах. Сколько вероятность того, что Лукашенко удержится у власти, по крайней мере, ближайшие, ну, может быть, не до конца своего срока, но ближайшие 3-4 года, ну, чтобы мы смогли деньги получить по облигациям? Да, спасибо вам. Ну, сложно предсказывать будущее, я не астролог, я могу лишь сказать, что вероятность того, что Лукашенко останется у власти в ближайшее время, есть, и она немаленькая. А что касается того, что оппозиции откажутся платить по долгам, по облигациям, ну, я об этом ничего не слышал, никто из представителей штаба и Светланы Тихановской, и объединенного штаба Бабарико Цыпкало, которые объединились, об этом не говорил, поэтому я думаю, что любое правительство, которое придет к власти, будет выполнять все те соглашения, которые были подписаны Александром Лукашенко. Ну, вероятность того, что Лукашенко все же удержится у власти, несмотря на такие мощные протестные настроения, она чем обусловлена, на ваш взгляд? Она обусловлена тем, что государственный аппарат и силовые структуры сохраняют лояльность Александру Лукашенко. И я уже пытался объяснить именно потому, что государственный аппарат формируется не народом, а существует жесткая вертикаль власти. Все органы власти формируются сверху, все руководители назначаются сверху, и, значит, они подотчетны, они зависимы от Лукашенко. Именно поэтому государственный аппарат демонстрирует лояльность, и пока не развалился и не перешел на другую сторону баррикад. Если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения общества, потому что приходится слышать и такую точку зрения, Республика Беларусь проснулась другой после выборов, и общество уже другое, и оно осознало, что может влиять, может быть, не до конца, но, тем не менее, уже прежним общество не будет. Вот вы согласны с этой точкой зрения? Я, в принципе, с этим согласен, но тут есть проблема. В Беларуси полностью отсутствуют механизмы влияния общества на власть. Обратной связи между властью и обществом вообще нет. В Беларуси нет выборов, нет парламента, нет местных органов власти. Единственный способ влияния общества на власть – это уличные протесты, которые, опять же, легальным путем Беларуси провести невозможно. Для того, чтобы провести акцию протеста, надо загодя написать заявление на имя местных органов власти. Для этого специально существуют места в отдалении от центра города. Надо заплатить деньги, причем заранее, милиции, ЖКХ, медицинской службе. И только после этого, как все деньги уплачены, причем деньги немаленькие, власти могут разрешить проведение уличной акции. То есть, фактически, для того, чтобы общество могло влиять на власть, надо постоянно нарушать закон Беларуси. И в этом проблема. То есть, постоянно вступать в конфликт с властью и постоянно иметь вероятность получения политических репрессий, уголовного дела и так далее, и так далее. То есть, для того, чтобы попытаться влиять на власть, надо некий героический гражданский поступок в Беларуси. Потому что в Беларуси жесткий авторитарный режим. У нас еще звонок. Примите его. Да, мы слушаем вас. Добрый день. Маленькая реплика вашему издавит. Вы знаете, я вам открою Америку. Свободные Латвии. Точно такие же процедуры для проведения возможных мероприятий и шествий. Да, ну не совсем так. Это потому что вы можете договориться в центре провести мероприятие. Так что, Олег, вы не совсем правы в этом смысле. Но, тем не менее, вот такая реплика прозвучала. Ну, а что касается митингов в поддержку Александра Лукашенко, потому что мы слышим сегодня комментаторов противников президента. Они говорят о том, что те, кто приходит на эти митинги в поддержку, им платят деньги, там 50 рублей, вычитают налог и получается 47 рублей в итоге. Кто-то говорит, что ссылают бюджетников под угрозой увольнения. Но есть ли действительно люди, которые поддерживают Александра Лукашенко, которые участвуют, может быть, агитируют? И кто вообще все те, кто присутствует на этих акциях в поддержку Лукашенко? Значит, все акции в поддержку Лукашенко полностью, 100% организованы властью. Организованы местной властью в различных городах. То есть, это, как правило, государственные служащие, это, как правило, представители силовых структур, переодетые в гражданское. Это бюджетники, которым под угрозой увольнения заставляют участвовать в этих митингах. Их привозят организованно на автобусах. Им дают в руки флаги, плакаты. Вот, то есть, это не есть народ, вышедший в поддержку Лукашенко. Это есть власть, мобилизующая ту часть населения, которая от этой власти зависит. И это надо принципиально понимать. Что касается того, есть ли у Лукашенко действительно сторонники? Ну, безусловно, есть. Ну, во-первых, это сотрудники государственного аппарата. Во-вторых, это сотрудники силовых структур. В Белоруссии девять структур с правом оперативно-розыскной деятельности. Их очень много. Ну, и плюс, наверное, жители сельской местности. Там интернет далеко не везде присутствует. Люди получают информацию только с государственного телевидения. И поэтому там, наверное, да, тоже есть сторонники Лукашенко. Но, в целом, по стране их немного. Я бы назвал, может быть, 20-25%. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, задавать вопросы нашему гостю. Валерий Карбалевич с нами на прямой связи. Белорусский политолог. Присоединяйтесь. Да, ну вот интересно, что я слышал такую точку зрения. Если бы Лукашенко, допустим, или ЦИК, например, показал цифру не 80%, а, скажем, 65% или 55%, может быть, это не спровоцировало бы такие акции протеста. Но многих смутила цифра 80%, потому что, как считают, опять же, протестующие, она далека от реальности. Вот как вы считаете, это имело значение? Да, я согласен с такой точкой зрения. Это было одно из нескольких ошибок, которые совершила власть. Действительно, если бы Лукашенко написал себе 51%, Светлане Тихановской где-то 46%, например, да, я думаю, что значительная часть населения могла бы поверить в эти цифры. Но то, что Лукашенко написал себе 80%, это общество расценило, как, что называется, плевок в лицо, как оскорбление, как просто пренебрежение их мнением, как, ну скажем, какое-то некое хамство со стороны власти. Демонстрация того, что как бы вообще я с вами не считаюсь, и мне плевать, что вы об этом подумаете, сколько хочу, то так и напишу себе. Это действительно стало одним из детонаторов возмущения. Есть у нас звонок, да, примем его. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я наблюдаю там, что происходит на территории Республики Беларусь, и у меня все время возникает один вопрос. Почему тогда транспаранты бело-красные, какие-то флаги с рыцарями там, почему происходят против власти, а флаги неизвестные какие-то? Вот мне вот этот вот вопрос. Объясните, пожалуйста. Да, спасибо. Значит, бело-красно-белые флаги, герб погоня, они были государственными флагами и Республики Беларусь в первые пять лет, в четыре года существования Республики Беларусь, с 91 по 95. После того, как Лукашенко пришел к власти и поменял эти символы, белорусская оппозиция считала настоящими белорусскими национальными флагами именно эти старые флаги, и на всех митингах, демонстрациях, которые проходили на протяжении всего времени правления Лукашенко, именно эти флаги использовались как символы протеста. Власти арестовывали людей, за эти флаги были тысячи людей арестованы, оштрафованы, избиты. То есть эти флаги стали символом сопротивления политическому режиму. И это национальные флаги белорусские, а вот этот красно-зеленый – это просто восстановление флага БССР, поскольку Лукашенко пришел к власти под идеей реанимации всего советского. Вот, и теперь, когда возник вопрос о сопротивлении, именно эти флаги оппозиционные стали символом народного протеста. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый, как вас зовут? А, Владимир. Да, Владимир. Вопрос такой, вашему гостю скажите, пожалуйста, а как вы считаете, ничто не напоминает вам сочетание белый-красный цветов с республикой и государством, которое находится рядом? Чуть-чуть западнее. Спасибо. Ну, знаете, я думаю, что по-польски флаг, там красно-белый, в Белоруссии белокрасно-белый. Да, и латвийский, кстати, тоже. Да, ну, знаете, в мире очень много государств, больше двухсот от цветов. Сколько у нас цветов? Семь, да? Вот, и поэтому неизбежно, неизбежно какие-то пересечения возможны. Если вы намекаете, что это польское влияние, то я с этим не согласен. Это старый белорусский национальный флаг, который использовался еще во времена Великого княжества Литовского. Вот, и который стал, скажем, флагом белорусской государственности в 1918 году, когда была первая попытка образования государства Беларусь не под большевистскими знаменами, а под национальными. Реакцию стран Балтии, как вы оцениваете, в частности, президент Литвы, как мы знаем, один из первых, не признал Лукашенко легитимным президентом. Более того, Литва приняла Стану Тихановскую, оппозиционного кандидата в президенты, и сейчас она находится там. В частности, Эстония и Латвия ввели персональные санкции в отношении должностных лиц Республики Беларусь и осудили происходящее там. А вот как вы это воспринимаете? Насколько это существенно может быть для Республики Беларусь? Ну, это есть моральная поддержка протестующего общества, и в этом смысле, да, оно оценивается обществом положительным. Что касается влияния этих действий, этих заявлений на Александра Лукашенко, то это влияние и минимально, поскольку он получил сейчас поддержку со стороны России, и поэтому, в принципе, может игнорировать все эти заявления, резолюции и даже санкции, которые обещает ввести Европейский Союз. Если говорить о влиянии Польши, потому что, опять же, если посмотреть на риторику властей, в частности, они указывают на том, что телеграм-канал Нехта, он вещает из Польши, потому что, и даже объявили в розыск его создателей, и, в общем-то, говорят о том, что Польша как раз координирует эти процессы, и вообще это дело западных спецслужб. Вот, что думаете об этом? Ну, знаете, относиться к этому серьезно нельзя, потому что невозможно революцию осуществить из-за границы. И когда говорят, что это все, так сказать, технологии цветных революций, то у меня возникает вопрос, почему эти технологии не работали все 26 лет правления Лукашенко, а теперь вдруг стали работать? Потому что общество оказалось готово к поступлению, к протесту. Ну, а то, что это как бы, ну, логистика, что ли, протестов моделируется из-за границы, ну, из Беларуси это было бы невозможно, потому что в Беларуси все это быстро бы вычислили, вычислили и ликвидировали, и нейтрализовали. Напомню, что в Беларуси частично до сих пор блокируется интернет, вот, и даже, чтобы на эти телеграм-каналы попасть, надо какие-то обходные схемы применять, ну, вот, поэтому это осуществляется из Польши, из Варшавы, да, вот этот блогер Нехта, который имеет 2 миллиона подписчиков. У нас еще звонок, здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Да, видимо, наш радиослушатель решил, что мы можем послушать музыку эфира. Да, вы будете комментировать? Да, но это на удержание нас, по всей видимости, случайно, возможно, поставил наш радиослушатель. Я напомню, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Я слушаю передачу и услышал комментарии по поводу символики, которые используют протестующие. И ваш гость некорректен. Он пришел к власть, он рассматривал это заявление и был проведен общенациональный референдум. Флаг сменен по причине общенационального референдума. Да, вопрос зададите. У вас вопрос будет? И вторая часть, я могу продолжить, да? Задавайте вопрос, потому что очень мало времени, это не программа для референдума. Да, я очень быстро. И вторая часть, второй флаг, который используют, это совокупность погони, так называемой, и бело-красно-белое. Это флаг великого княжества Литовского. Я бы хотел услышать комментарии вашего гостя по этому поводу. Да, спасибо вам. Спасибо вам, но я отмечу, что к Валентине Терешковой тоже обратились простые люди для того, и требовали от нее обнулить сроки президентские Владимира Путина, президента России. И он обнулился. Да, так что эта история с обращениями, она в принципе знакома. Или же нет? Ну, вторая часть вопроса. Да, действительно, этот флаг, значит, он имеет исторические корни в Великом княжестве Литовском. Именно поэтому это есть исторический флаг Беларуси. Беларусь была как бы центральным элементом Великого княжества Литовского. Поэтому, да, это традиция глубоко в истории белорусской. Поэтому я не вижу, что это минус, как считает мой оппонент, а скорее плюс. Что касается референдума. Да, действительно, в 1995 году был референдум. Но этот референдум прошел в условиях существования в Беларуси авторитарного режима. В условиях недемократических. Как считают многие юристы, выдвижение этого вопроса на референдум было нарушением белорусской конституции. Поэтому значительная часть белорусского общества не признает итоги этого референдума. И твердо уверена, что в условиях восстановления в Беларуси демократии итоги этого референдума будут пересмотрены. Либо будет новый референдум, либо что-то под другое. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Коротенько, чем может объяснить ваш гость, что выступающая оппозиционная поддержка, даже они сами это подтвердили, средний возраст от 17 до 22, а поддержка президента Лукашенко средний возраст от 35 до 60. Как он думает, кто более мудр и кто более умен в этих двух ситуациях, кто имеет право принимать решения относительно судьбы страны? Спасибо. Да. Ну, знаете, определять, кто более умен, молодой или старый, я бы не стал. Считаю, что это не совсем корректно. А вопрос же не в этом. Вопрос в том, что народ имеет право выбирать своего президента. И если власть игнорирует этот выбор народа, не хочет ему следовать, а фальсифицирует выборы, то народ имеет право на протест. Вот в чем вопрос. А как бы делить население на молодых, старых? Сегодня большинство населения объединено в едином, так сказать, лозунге. Кто угодно, только не он. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здрасте. Виктор Петрович. Да, Виктор Петрович, слушаю вас. Я хотел бы предложить насчет выборов. То есть, мое предложение вот какое. В связи с коронавирусом. Вы отключились, Виктор Петрович? Конечно, мы вас не отключали, но у нас все-таки, я подчеркну, программа для вопросов, в данном случае нашему гостю, а не для реплик, каких-то предложений. Но, впрочем, вы можете перезвонить, и, возможно, у вас будет какой-то вопрос. Да, вы перезвоните, мы вас выслушаем, потому что мы вас не выключали. Здравствуйте, как вас зовут? Мы слушаем. Добрый день, Александр. Да, Александр. Вот ваш гость так безапелляционно так говорит, что весь народ. Ну, во-первых, 100 тысяч – это не весь народ, и даже 200 тысяч – это не весь народ. Тем более, Александр Григорьевич признает свои ошибки, он готов идти, так сказать, на реформирование Конституции, а вы уперлись там и хотите насильственным путем сменить власть. Не удався вам. Я лично поддерживаю Александра Григорьевича. Александр, вопрос. Александр, вопрос. Давайте вопрос. У вас есть вопрос? Вопрос такой. Почему вы настаиваете на насильственном смене власти, если вы такие демократы? Да, но протест-то мирный, Александр. Вы заметили, что он мирный характер носит, протест? Подключился Александр. И пока что с оружием ходит только Александр Лукашенко, ну и силовики, которые присутствуют. Да, пожалуйста. Как раз в выборе есть самая демократическая форма смены власти. И если потерпевший поражение руководитель отказывается власть отдавать, ну, что остается обществу, как не протестовать. Поэтому я не говорю про весь народ. Вот я говорю про большинство народа, который сегодня выступает против Лукашенко. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Мы вас слушаем. Да, говорите, пожалуйста. Так, не слышно. Радиослушатель. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Это телефон прямого эфира, номер WhatsApp 230-6191. Да, мы слушаем вас. Добрый день, Ижан. Да, Ижан. Судя по всему, самый мудрый это Лукашенко, остальных спрашивать не стоит. Так вот, у меня такой вопрос. Я вот так смотрю по информации, по СМИ, и смотрю, и, по-моему, только в России и в Белоруссии есть внутренние войска. То есть войска для борьбы с народом. А также во Франции нигде не замечалось такое количество автозаков. Я вообще не видел там автозаков. Скажите, готовился ли Льюн, готовился ли к этой акции Лукашенко уже давно? И скажите еще один ответ. Что известно про пропавших? Там один какой-то активист, которого нашли избитого и повешенного. Спасибо вам. Значит, действительно, с самого начала избирательной кампании Лукашенко ввел эту кампанию в виде военной спецоперации против всех оппонентов. Были арестованы главные оппоненты Лукашенко Сергей Тихановский, Виктор Бабарико. Вообще в ходе избирательной кампании было задержано, извините, свыше тысячи человек. Первые три дня после голосования было задержано свыше семи тысяч человек. Несколько убитых, сотни раненых и вот пропавших без вести. По оценкам правозащитников их несколько десятков. И вот сейчас некоторые из них находят убитыми, повешенными и так далее. Но именно это связывает с тем, что они участвовали в ходе протестов. И вот такая у них оказалась судьба. А что касается смены риторики Александра Лукашенко, потому что в начале он долгое время, достаточно долгое время молчал, когда от него ждали какого-то заявления. И даже президент России Владимир Путин, по словам Лукашенко, уже обращался к нему словами «чего ты молчишь?», за что сам Лукашенко его поблагодарил, судя по тем данным, которые поступают с информационных порталов. А вот сейчас же он, наоборот, стал более жестким, вышел к протестующим на заводе и после чего сказал, что закроет бастующие предприятия. В частности, сказал «умру, но пост президента не отдам». Вот чем, на ваш взгляд, вызвана эта такая резкая достаточно смена его риторики? Ну, я бы не сказал, что это смена. Он всю избирательную кампанию пытался представить ситуацию, что против него выступает группа, небольшая группа экстремистов, отморозков, каких-то пьяных, обкуренных, наркоманов. И эти люди руководствуются из-за границы. Причем, если вначале он считал, что из России все эти противники его, то теперь он считает, что это со стороны Запада руководствовать этими людьми. И его риторика действительно не ориентирована на объединение, на консолидацию, на единство. Наоборот, это разжигание ненависти ко всем оппонентам, а по существу это к большинству народа. Это язык вражды, и этот язык вражды сопровождается демонстрацией силы, демонстрацией силовых структур, воинственности. Ну и вот, как бы, финал этого появления с автоматом в руках. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктор. Да, Виктор. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, как оппозиция считает, кто угодно, лишь бы не Лукашенко, достаточно деструктивным таким вариантом, деструктивным экспериментом? Спасибо. Да, еще был вопрос нашего радиослушателя. Да, перезвоните, пожалуйста. Я тогда случайно нажал сейчас кнопку. Можно по-разному оценивать этот феномен. Действительно, против Лукашенко сейчас объединились и люди, и политические силы совершенно разными политическими взглядами, разными ценностями. Здесь есть и либералы, люди с демократическими ценностями, а есть и люди, которые хотели бы продолжение вот этого патерналистского государства, хотели бы иметь батьку, но с другой фамилией. Здесь объединились люди с разными геополитическими ориентациями. То есть сложилась такая ситуация, что Лукашенко недовольны все. Ну, не все, но абсолютное большинство. Хорошо это или плохо, ну, тут по-разному можно оценивать, но это факт. Это исторический факт. Ну, если мы можем допустить, что если Лукашенко уйдет, то, понятное дело, после этого начнется действительно политическая борьба, конкуренция в рамках этой коалиции разнородных политических сил. Это тоже понятно. Так бывает после победы любой революции. Да, еще примем звонок. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Дайанис, скажите, пожалуйста, почему в последнее время крыльевские журналисты, политологи нападают на использование белорусского языка в Белоруссии? Спасибо. Потому что русский язык есть механизм влияния на постсоветское пространство, механизм политического контроля, ценностного контроля. Это механизм мягкой силы со стороны России. Поэтому переход на национальный язык, хоть на украинский в Украине, хоть на белорусский в Белоруссии, вызывает действительно негативную реакцию со стороны Москвы для России. Действительно, это очень важно. Важно сохранение статуса русского языка как механизма влияния России. Но сегодня насколько белорусский язык распространен и применяется? В каких отраслях, в каких сферах он и применяется ли вообще? Белорусский язык в Белоруссии находится в ситуации маргинальной. Он загнан в узкое гетто. Значит, только в сельских школах он преподается, как язык, на котором происходит обучение. В крупных городах одна, две школы на город. Это хорошо, если есть белорусский язык в качестве языка преподавания. Белорусский язык государственная власть вытеснила в сферу такого народного фольклора и не более того. И если он еще поддерживается, то он поддерживается гражданским обществом. И именно благодаря гражданскому обществу он сохраняет свой статус, как фактор, который в будущем может стать действительно влиятельным в плане укрепления этнокультурных ценностей в Беларуси. Есть такое мнение о том, что белорусский язык является маркером оппозиции и более того, силовики даже могут жестко наказать за употребление белорусского языка. Вот насколько это соответствует действительности? Ну, это было немножко в прошлом. Это было в 90-е годы, когда действительно оппозиция была белорусскоязычная, это была оппозиция национально ориентированная. Сейчас это немножко уже ушло в прошлое, но в принципе, да, Лукашенко, когда хочет оскорбить своих оппонентов, он переходит на белорусскую мову, белорусский язык и говорит, ну, вот эти свядомые, то есть сознательные, вот они такие нехорошие. Так что, да, для Лукашенко по-прежнему белорусский язык – это такой как бы как язык ругательства. Но он им владеет, в принципе? Нет, он не владеет им. Он не учил его в школе, его школа была русская, поэтому читает, понятно, умеет. В Белоруссии все понимают белорусский язык, но не говорит на нем. Ну что ж, еще успеем принять мы звонок. Нет, подсказывает нам звукорежиссер, что время нашего эфира подошло к концу. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время выйти к нам в прямой эфир. Программа «Абонент доступен», белорусский политолог Валерий Карбалевич был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. Продолжение следует...